Василий Иванович, председатель небольшого колхозного хозяйства, хлопнул рукой по столу и поднялся так резко, что стол едва не опрокинулся. «А я тебе еще раз говорю, Степановна, никуда я тебя не отпущу. Некому работать на ферме. Некому. Понимаешь? Похоже, это ты не понимаешь». Наталья Степановна тоже встала и смело посмотрела председателю в глаза. «Мне через полгода 73 стукнет. Ты что, хочешь, чтобы меня с твоей фермы вперед ногами вынесли?» «Да ну». На лице председателя отразилось неподдельное изумление, и он снова опустился на свой стул. Гнев женщины исчез так же быстро, как и появился. Она рассмеялась. «Вот тебе и ну», — сказала она. «А я думал, тебе 63». Наталья Степановна расхохоталась, как молодая. Потом вытерла кончиком платка глаза, заблестевшие от выступивших слез, и махнула на председателя рукой. «Ну тебя, насмешил. Только вот что я тебе скажу, Иваныч. Если кого когда подменить, я выйду». «А постоянно работать у меня уже ни сил, ни здоровья нет. Ты уж извини. А на ферму к тебе Маринка Завьялова придет. Я уж с ней разговаривала. У Маринки детей пятеро. И все мал-мала меньше. С кем она их оставит?» «Петровна за ними присмотрит. Свекровка Маринкина. Ну, а когда надо, я приду, подменю. Ты меня знаешь. Я свое слово держать умею». Председатель кивнул. «Да, он прекрасно знал, какой у Натальи Степановны характер. Она, пожалуй, была самая боевая жительница их деревеньки. И не потому боевая, что скандальная. А потому, что за себя, да за свое, постоять всегда умела. А вот во всем другом добрее Степановны надо было поискать». Василию Ивановичу вдруг вспомнилась история трехгодичной давности. И он улыбнулся. Корова Марта, черная, круторогая красавица, разродилась не одним, а двумя телятами. Причем телушка, которую она принесла, появилась на свет легко и была крепенькой и с виду вполне здоровой. А вот с бычком, который никак не хотел покидать материнского чрева, телятницам пришлось помучиться. Сами они явно не справлялись, поэтому к ним на помощь поспешила Наталья Степановна. Марта была ее любимицей. Несчастная корова то жалобно мычала, то умолкала, то начинала стонать как человек. Обе телятницы, не представляя, что с ней делать, только напрасно суетились вокруг, еще больше пугая животное. Наталья Степановна мигом оценила ситуацию. «А ну-ка успокойтесь, сороки!» – прикрикнула она на женщин. «Не видите, что ли? Второй теленок у нее будет!» «А что, у коров тоже двойни бывают?» – удивленно захлопала глазами одна из них. «Редко, но бывают!» – вполне серьезно ответила Наталья. «Живое существо, все может быть!» «Да что вы расселись-то? А ну-ка помогайте мне!» Окрик подействовал на женщин, и они снова подступились к корове. Сколько прошло времени, все трое не заметили, но их усилия не пропали даром. Черный мокрый теленок с белой звездой во лбу появился на свет и бездыханным упал на чистую подстилку из соломы. Марта стояла рядом и дрожала, справляясь с пережитым стрессом. И Наталья мягко погладила ее по голове. «Умница! Ну, умница какая! Посмотри, какие у тебя телятки! Ну-ка, полюбуйся! Давай-давай! Все коровы облизывают своих телят, и ты сама не раз так делала. Материнская забота им очень нужна!» Корова, словно понимая, о чем говорит доярка, наклонилась над новорожденными и принялась длинным шершавым языком лизать их теплую волнистую шкурку. Наталья облегченно вздохнула и принялась помогать Марте, вытирая телят пучком мягкой, остро пахнущей соломы. Потом вместе с телятницами напоила малышей молозивом, и когда убедилась, что новорожденным и их матери ничего не угрожает, простилась с телятницами и ушла домой. Когда же на следующий день пришла на ферму, узнала, что с маленькой телушкой все хорошо, а вот бычок, наверное, не выживет, слишком уж он слаб. Наталья Степановна подошла к нему и присела рядом. Теленок лежал на боку и тяжело дышал. Она осторожно погладила его, но он никак не отреагировал на эту ласку и даже не поднял головы. Марта, стоявшая тут же, за перегородкой, жалобно замычала, вытягивая морду. — Вы кормили его? — спросила Наталья у телятницы. — Нет, пожалуй, плечами та. — А зачем на него молоко переводить? Все равно он до вечера не протянет. Наталья Степановна вскинула на нее гневный взгляд. — Тебя бы голодом подержать! Может быть, бока твои хоть немного опали бы? А ну-ка уйди отсюда! Она решительно подняла теленка на руки и понесла к выходу. Марта протяжно замычала ей вслед. Наталья Степановна вышла из родильного отделения и положила свою ношу на стоявшую неподалеку телегу. — Андрюша, подвези меня до дома! — попросила она паренька-скотника, стоявшего неподалеку. — Бычка спасать надо, а то эти неумехи его совсем угробят. Подожди только, я молозиво ему наберу! Андрюшка кивнул. Он прекрасно знал, что тут все уважали Степановну, и потому выполнил ее просьбу беспрекословно. Две недели женщина боролась за жизнь и здоровье Вени. Так она назвала теленка. И он, благодаря ее усилиям, пошел на поправку. Рос Венечка очень быстро, и все только див удались, когда она снова привела его на ферму. — Вот ваш Веня! — сказала она телятницам. — Почти три месяца я подержала его дома. Как видите, на ноги поставила. Дальше вы сами. А я буду навещать его, проверять, что тут у вас да как. В самом деле, Наталья Степановна каждый раз, когда приходила на ферму, приносила Вене корку подсоленного хлеба, его любимое лакомство. И молодой бычок бежал к ней с пастбища и ластился, как котенок, подставляя под ее мягкую теплую ладонь свою крупную черную голову. Как-то зимой Наталья Степановна заболела и долго не появлялась на ферме. Простуда не давала ей подняться с постели, и она все время проводила дома. Однажды под утро под окнами женщины раздались какие-то странные звуки. Кто-то топтался у окон и громко дышал. Потом послышался тихий удар в стену. Наталья проснулась, прислушиваясь к тому, что происходило на улице. Потом накинула на себя шаль и вышла на крыльцо. А еще через секунду ахнула и всплеснула руками. Годовалый черный бычок топтался у ее дома, выпуская через вздрагивающие ноздри теплый воздух. Увидев Степановну, он протяжно замычал и привычно подставил ей под руку свою голову. — Веня, Венечка, хороший мой! — ласково заговорила Степановна, поглаживая любимца. — Ты пришел проведать меня? Ну какой же ты умница! Подожди, сейчас я дам тебе кое-что вкусненькое. Ах ты, Веня мой, Венечка! Ну пойдем в сарай, там тепло, соломка. Отдохнешь, выспишься, а утром я тебя отведу обратно. А на ферме тем временем поднялся настоящий переполох. Пропал бык. Работники бросились на его поиски, но так и не могли понять, куда же он делся. Доложили председателю. Тот приехал на ферму на своем уазике и сразу же напустился на нерадивых скотников. — Куда вы смотрели? Я вам за что зарплату плачу? За то, что вы спите на рабочем месте? Уволю всех! Вдруг он осекся на полуслове, увидев, как вдоль по улице идет Наталья Степановна, а за ней, словно собачонка, семенит огромный бык. Заметив председателя, женщина рассмеялась. — Эх вы, работнички! Почему за Веней не смотрите? Пришел он ко мне, жалуется на вас. Как не стыдно животинку обижать! Василий Иванович облегченно вздохнул и улыбнулся. — Ну ты даешь, Степановна! И твой Веня тоже! Быка отвели в стойло, и Степановна, простившись с ним, ушла. Но с тех пор никакие привязи не могли удержать Веню, и он, когда бы ему не вздумалось, уходил к Наталье. Она даже перестала закрывать дверь сарая и всегда держала дома для своего любимца те корма, которые он особенно любил. Председатель знал об этом и нисколько не сердился на Наталью Степановну и Веню. Да и остальные жители деревни смирились с этим, зная, куда направляется огромный черный бык, если видели его идущим по улице. Вот и сейчас Василий Иванович вспомнил об этом и улыбнулся, глядя на односельчанку. — Ладно, Степановна, передай Маринке, пусть с понедельника выходит на ферму. Но если будет отлынивать от работы, вышвырну ее на улицу, пусть так и знает. — Ну, тогда я пошла, — махнула рукой довольная Наталья. Но председатель остановил ее. — Спасибо тебе, хочу сказать, за Веню. Все-таки лучший племенной бык в районе, не то что в колхозе. — Пожалуйста, — улыбнулась Наталья и скрылась за дверью. Прошло несколько дней. Как-то утром Наталья вышла в магазин и тут же встретила соседку, которая куда-то шла вместе с дочкой-школьницей. — Привет, Надежда, — кивнула ей Наталья. — Куда это ты с позаранку? — Вот, — поздоровавшись, ответила та, — Анечку в школу провожаю. — Бог с тобой, — удивилась Наталья. — Школа в конце улицы, что с ней может случиться? — И провожаю, и забираю, — вздохнула в ответ Надежда. — Времена-то какие, страшно. — Нормальные времена, — ничего не поняла Наталья. — Да ты что, ничего не знаешь, что ли? Из зоны зэки сбежали, которые денег уже ищут. И население постоянно предупреждают, чтобы были осторожнее, дома накрепко замыкались. И если что, сразу звонили по номерам, сообщали в полицию о любых подозрительных людях. — Батюшки! — удивилась Наталья. — А я и не слышала. — Вот я тебе и говорю, — зашептала Надежда, как будто кто-то мог их подслушать. — Четверо их. У всех срок был за убийство. Двое в банде какой-то промышляли. Подготовили побег, напали на конвоиров и скрылись. — Толик мой говорит, что теперь они будут в лесах прятаться. А за едой в деревушки выходить, такие как наша. Так что тебе тоже надо поопасаться. На самом краю живешь, у самого леса. Долго ли до беды? Как вечереет, замыкай калитку и на улицу носа не показывай. Наталья ничего не ответила и только покачала головой. — Да у меня забор из старого штакетника. Дунь упадет. И высота у него, курица перешагнет. Щеколду Веня давно сломал, толкнет калитку и заходит во двор. Да ты сама знаешь. — Слушай, — торопливо заговорила Надежда. — Там еще номера телефонные называли. Я записала. Хочешь, тебе дам. — Не надо, — рассмеялась Наталья. — Если что, я тебе позвоню. А ты уж обзванивай остальных. Ладно, Надюша, за предупреждение спасибо. Но бандиты, если и придут, увидят, что поживиться у меня нечем. — Все равно, Степановна. Береженова и Бог бережет. Покачала головой Надежда и пошла своей дорогой. Но вдруг остановилась. — Слушай, Степановна, а у тебя не осталось больше той пряжи, что ты мне давала? На рукав немного не хватило. — Поищу, — кивнула Наталья. — Кажется, была. — Поищи, — сладеньким голоском заговорила Надежда. — А я потом тебе позвоню, узнаю. — А бандитов берегись, мало ли чего. — Наталья Степановна кивнула и продолжила свой путь. И вот тем же вечером, когда уже стемнело, Степановна и в самом деле услышала, как хлопнула калитка. Женщина подошла к окну, тихонько отодвинула занавеску и облегченно рассмеялась. Огромная рогатая тень топталась у крыльца, рассчитывая на лакомство, которое здесь всегда можно было найти. Это был Веня, соскучившийся за своей хозяйкой. Степановна поспешила выполнить привычный ритуал. Покормила быка, потом проводила в сарай, где еще утром насыпала ворох свежей соломы. — Ишь ты громила какой! — ласково говорила она своему необычному питомцу. — Уже в сарай не помещаешься, красавец мой. И председатель тебя хвалит. Вот тебе твой хлебушек. — А теперь посмотри, что я в кормушке для тебя приготовила. Свеколку и тыкву смешала с кормом. Яблочек добавила. Так что угощайся, мой хороший. Наталья Степановна присела на скамеечку и долго смотрела, как бык, фыркая и отдуваясь, с удовольствием ест лакомое кушанье. И ушла в дом только после того, как он, сытый и довольный, улегся на солому, чтобы провести ночь рядом с заботливой хозяйкой. Степановна же вскипятила чай, намазала маслом половину еще утром купленной булочки и села перед телевизором, выбрав для просмотра какой-то сериал. Вдруг зазвонил телефон. Это была Надежда. Она хотела узнать насчет пряжи и очень обрадовалась, что Наталья нашла хороший клубок. Теперь ей точно должно на рукав хватить. Поговорив с болтушкой соседкой, Наталья машинально сунула телефон в карман халата и сама не заметила, как задремала. Проснулась она, только когда почувствовала, как кто-то сильно и грубо встряхнул ее за плечо. «Эй, бабка, в доме еще кто-нибудь есть?» Ничего не понимая с просонья, Наталья Степановна уставилась на трех незнакомцев, которые беззастенчиво хозяйничали в комнате, выворачивая и вытряхивая на пол содержимое ящиков серванта и комода. Один из них подошел к старенькому платяному шкафу и стал ворошить лежавшее там белье. Вдруг он радостно вскрикнул. На верхней полке Наталья хранила одежду покойного мужа и сына, который давно жил в Москве. Иногда Сергей приезжал к ней на несколько дней, и тогда она доставала ему эти вещи, настаивая, чтобы он снимал с себя все городское и модное. «Не перед кем у нас тут щеголять», – смеясь говорила она сыну. «А если мои коры увидят тебя в таких джинсах, насмех поднимут». Сергей не сопротивлялся. Он и сам охотно носил то, что досталось ему от отца или когда-то покупала мать. Так он словно возвращался в далекое детство и с особым удовольствием надевал рубашки, свитера и брюки. Но теперь вещи сына попали в руки хмурого бандита. Не стесняясь Натальи, он скинул с себя робу и натянул спортивный костюм, словно не замечая, что тот на пару размеров ему велик. «Эй, бабка!» – громила с лицом заросшим многодневной щетиной и снова дернул Наталью за плечо. «Ты что, оглохла? Еще дома есть кто?» Наталья молча покачала головой. «Давай поднимайся, показывай, что у тебя есть пожрать. От голода уже живот сводит. Самогон гонишь?» «Поесть дам», – ответила Наталья, поднимаясь. «А самогона у меня нет. И вина тоже. Живу я одна, мне все это ни к чему». Громила усмехнулся и подтолкнул ее к двери кухни. Его подельники прошли за ним следом. На кухне они устроили такой же разгром, как и в комнате. Один из них достал из холодильника банку с остатками молока и прямо из горлышка залпом выпил его. «Эх, хорошее молочко! Сладкое! Давай еще!» Бандит стукнул пустой банкой о стол, и она жалобно звякнула. «Нету у меня больше молока», – покачала головой Наталья. И тут же от сильного удара отлетела к стене. «Не ври, бабка!» – прошипел один из бандитов, черпая суп половником прямо из кастрюли и торопливо глотая его. «Я заприметил, когда шел сюда, что у тебя в сарае корова есть. Иди дай, парное молоко нам будет очень полезно». «Вам надо, вы и доите!» – огрызнулась Наталья, поднимаясь и потирая ушибленный бок. «Явились без спроса! Еду мою едите! Да еще и руки распускаете! Не стыдно? Я ведь вам в матери гожусь!» Двое бандитов злобно рассмеялись, но третий прикрикнул на них. «Уймитесь! Хотите молока, идите с ней в сарай. И пусть она при вас корову доит. А то еще вычудит что-нибудь или помощь позовет. Валите, а я здесь побуду». «Ага!» – ухмыльнулся рыжий бандит с приплюснутым носом. «Мы там уши развесим, а ты тут пока все обчистишь. Пошли с нами! Жрать охота!» «В этой старухе почти ничего нет. Суп чалы уже доел!» «Ладно, пошли!» – громила схватил Наталью за плечо и подтолкнул к двери. «Будешь кричать – убью, поняла? Твое дело – корову подоить. Пара часов у нас еще есть. Отдохнем и уйдем. А если будешь плохо себя вести, отправишься на тот свет». Наталья под своим страшным конвоем прошла к сараю. «Заходите!» – кивнула она и наклонилась, чтобы взять ведро. Бандиты прошли вперед. В углу в темноте сарая шевельнулся Веня, поднимаясь на ноги. Вдруг Наталья ловко вывернулась из рук удерживающего бандита, проворно выскочила из сарая и захлопнула тяжелую дверь, опустив щеколду. «Бабка! Убью!» – закричали бандиты, понимая, что произошло, и стали колотить в дверь, пытаясь открыть ее. Вдруг их ругань оборвалась на высокой ноте, и тут же прозвучал рев огромного быка. Веня вступился за свою хозяйку, и старенький сарай заходил ходуном от его гнева. Наталья Степановна торопливо достала из кармана телефон и набрала номер надежды. «Бандиты! Надя! Бандиты!» – кричала она в трубку. «Я их держу! Созывай народ! Надя! Надя!» В считанные минуты двор Степановны наполнился людьми, и дверь сарая наконец-то распахнули. Уголовники выползали оттуда на четвереньках, на них страшно было смотреть. Зато Веня, вышедший следом, выглядел настоящим героем. Он подошел к хозяйке и положил голову ей на плечо. «Молодец, Венечка! Какой ты у меня молодец!» – похвалила быка Наталья Степановна и ласково погладила его черную шелковистую шерсть. Бык протяжно замычал, оглушая всех присутствующих своим ревом. Бандиты испуганно сжались друг к другу и во все глаза смотрели на Наталью Степановну. В тот миг они считали ее настоящей колдуньей и очень жалели, что из всех деревенских дворов выбрали именно ее дом. Мужики принесли веревки и связали бандитов, а потом передали в руки приехавшей полиции. Те с удивлением услышали историю, как немолодая уже женщина с помощью своего быка справилась с видавшими виды уголовниками и обещали представить ее к награде. «Так это не меня, это Веню награждать надо!» – улыбнулась Наталья Степановна и поцеловала черный курчавый лоб своего любимца. Прошло несколько дней. Как-то утром Надежда забежала к Наталье Степановне за обещанной пряжей и уселась на стул, намереваясь обсудить последние новости. «Про тебя в газете напечатали, видела?» – сказала она Наталья. «Большая статья, мы всей семьей читали и по телевизору обещали показать. Ты у нас теперь героиня, звезда». «Да какая там звезда, что ты мелешь?» – отмахнулась Наталья Степановна, подавая соседке моток нитей и приглашая выпить чаю. «Ко мне эти корреспонденты каждый день приезжают. То из одной газеты, то из другой. И телевизионщики позавчера были. Даже Сереже моему сообщили. Перепугали бедолагу. Думал, со мной что-то случилось. Он вместе с семьей уже и билеты купил. Завтра вылетают ко мне. Нет худа без добра. Хоть внуков и правнуков увижу. Соскучилась. Давно уже они ко мне не приезжали. «Везет тебе!» – завистливо вздохнула Надежда. «Видишь, как прославилась?» «Какой там?» – усмехнулась Наталья. «Бог от ушиба до сих пор болит. Врачи осмотрели, говорят, перелома нет. И то, слава богу». «Ой, и не говори!» – сочувственно закивала Надежда. «Повезло тебе, что так все обошлось. Они ведь звери, а не люди. Старика, что с ними бежал, еще в лесу убили. Он ногу себе повредил, идти не мог. Вот они от него и избавились». Наталья испуганно прижала ладошку к губам. «Да ты что? А ты откуда знаешь?» Васька Торопов рассказывал. «А ему Костя, брат его. У него зять в полиции работает. Он ему и говорил. Вот такие дела». «Надо же!» – покачала головой Наталья. «А я еще думала, почему они втроем? Помнишь, ты же говорила, что их четверо, а ко мне трое пришли. Я все эти дни боялась, что их подельник явится, чтобы отомстить за своих друзей?» «Не явится», – улыбнулась Надежда. «Тем более у тебя такой защитник есть». «Веня случайно у меня оказался», – вздохнула Наталья. «Ну, это все равно», – махнула рукой Надежда. «Слушай, я что зашла-то к тебе? Моя ночка неделю назад отелилась, бычка принесла. Я сначала хотела его вырастить и продать, а теперь вот думаю, что не буду. Пусть живет. Только ты научи меня, как быков дрессировать надо. Я своего тоже веней назову. Пусть и у меня будет такой же защитник, как у тебя. Ну, что ты смеешься? Рассказывай. Я вот и тетрадку с ручкой захватила. Записывать буду». Надежда замолчала и с недоумением смотрела на смеющуюся подругу. А та хохотала над глупостью, соседкой, хватаясь за больной бок, и никак не могла остановиться. Надежда, взяв обещанную пряжу, уже ушла, а Наталья все смеялась и смеялась, качая головой. Нашла дрессировщицу быков. Ох, Надя, ну как выдумает что-нибудь. Ох и Надя.